Окупанты попытаются обвинить Украину во взрыве в колонии в Еленовке. В Белом доме не исключают, что российские военные могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах «Хаймарс». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Напомним, в результате теракта в Еленовке погибли не менее 50 украинских пленных. Киев проверяет списки жертв, которые обнародовали в России. Украинская прокуратура и эксперты Американского института изучения войны считают, что здания могли поджечь или взорвать изнутри. Кремль, в свою очередь, обвиняет армию Украины в обстреле блока, где содержались украинские военнопленные. С нами на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Здравствуйте. В Киеве тоже не сомневаются, что такие действия Москвы возможны. Подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, которые используются в ракетных системах «Хаймарс». Конечно, мы не сомневаемся. Вы знаете, тактика России очень предсказуема. Они заведомо делают шаги, которые действительно абсурдны на первый взгляд. Но они их делают монотонно, многократно повторяя и масштабируя количество источников, которые будут об этом сообщать. Более того, они будут стараться задействовать и на международные институции разные, и средства массовой информации, в том числе международные, для того, чтобы сказать, что не все, вот видите, оно как бы выглядит так, что, наверное, все-таки, возможно, это было что-то и другое, а не внутренний термобарический подрыв, собственно, специально приготовленного помещения. Тактика России очень простая – сообщать заведомо абсурдные вещи в большом объеме. Вот сейчас, например, пошла новая история, что из «Энергодара» Россия начала сообщать, что украинские вооруженные силы наносят удар по атомной электростанции. На самом деле происходит абсолютно все ровно наоборот. С позиций, которые находятся на атомной станции, наносятся удары по жилым кварталам. И, соответственно, Россия это делает. Для чего? Объясню. Она опять хочет создать картинку, что, смотрите, ВСУ нарушает какие-то правила и обычаи ведения войны. И она будет это делать многократно, сообщая по разным каналам. Вот это все из одной оперы. Вот это все заведомо неправдивая информация. Которая инициативно сообщается и потом масштабно многократно повторяется. И, соответственно, господин Кирби и мы абсолютно точно понимаем, что никакого нанесенного удара со стороны вооруженных сил Украины и тем более удара с применением реактивных систем залпового огня не было. А что по международным организациям? Вот они получат доступ к месту убийства украинских военнопленных. И как вы вообще оцениваете реакцию мира и международных организаций по Еленовке? Реакция мира абсолютно... Я имею в виду цивилизованной части мира. Безусловно, есть разные... У нас же разные элементы мира. Но вот цивилизованная часть мира однозначно и четко оценила, что это является проявлением террористического типа ведения войны. То есть умышленное убийство военнопленных, дополнительно это еще и нарушение всех конвенций, которые касаются отношения к военнопленным. И мир, эта цивилизованная часть мира, точно оценила адекватно, именно так же, как и мы оцениваем. Теперь, что касается международных институций. К сожалению, у нас на сегодняшний день, и эта война только продемонстрировала это очень рельефно, абсолютно нету эффективных, профессиональных международных институций гуманистического или гуманитарного плана, которые могут, не боясь ничего, не будучи зависимым ни от кого, будучи абсолютно профессиональным и нейтральным, проводить ту или иную исследовательскую работу. К сожалению, международные институции либо стоят в стороне, либо стараются скинуть с себя определенные обязательства, либо вообще выдают какие-то просто дивные, несуразные объяснения того, что происходит в Украине. Это, наверное, вы имеете в виду Amnesty International, да? Я имею в виду практически все международные институции, потому что если мы продолжаем говорить о Еленовке, то заявление господина Гутерреша, что они будут искать каких-то дополнительных экспертов и формировать экспертную группу, чтобы провести следственные действия, очень выглядит тоже странно. То есть что значит вы будете искать экспертов? То есть вы должны были это сделать по умолчанию, в максимально жестком формате потребовать от России предоставления возможности объективного исследования места совершения преступления, ну или в данном случае для того, чтобы установить, что именно там произошло. Но вы знаете, что будет делать Россия? Я бы сказал, что это гораздо более системная проблема, и нам придется с ней разбираться. И я думаю, что нужно искать формулы как-то юридически начинать с этими международными институциями работать, для того, чтобы они понимали, что, во-первых, у них плохие репутации, во-вторых, они должны нести юридические последствия за свои непродуманные слова или действия. Смотрите, как будут действовать россияне. Россияне всегда умели интегрировать тех или иных инсургентов в такие структуры. То есть они долгое время формировали львиную часть бюджетов у этих структур, напрямую, потом косвенно. Они туда умеют вставлять разных людей, которые будут так или иначе тепло, я так деликатно скажу, тепло смотреть в сторону России и не замечать бревно в глазу. И, соответственно, безусловно, Россия сейчас, Россия понимает, что у них крайне негативная международная репутация. Но она отвратительная. То есть это страна, которая действительно не просто ведет войну, мало того, что, вернее, она в Украине ведет войну, так она еще эту войну ведет кощунственно и в Африке. И вот цивилизованная часть мира это прекрасно понимает и видит сотни и тысячи доказательств. Прямых доказательств. Так вот, Россия теперь не говорит прямолинейно, смотрите, мы имеем право заходить в любую страну, они это говорили в начале. Мы имеем право зайти в Украину и здесь всех убивать, и вы нам ничего не сделаете. То есть почему они это сейчас не хотят так прямо говорить? Потому что 162 дня война, и, соответственно, как-то не совсем у них получается просто зайти и безжалостно убивать здесь всех, а все здесь стоят на коленях. То есть мы сопротивляемся, сопротивляемся эффективно. И они теперь поменяли тактику, они теперь пытаются использовать все вот эти международные институции, все это пророссийское лобби, прямое или косвенное, для того, чтобы говорить более тонко. Вот смотрите, не все так однозначно в Украине. Вот там непонятно, как Украина ведет оборонительную войну. Вот смотрите, мы с АЭС не понимаем, что в Запорожье происходит и Россия, потому что вчера и позавчера начали говорить о том, что там, возможно, катастрофические последствия. Россия неэффективно управляет, понятно, АЭС. Ей, в принципе, безразлично, что там произойдет катастрофа. И Украина, та собственная международная сообщество, начали говорить, что МАГАТЭ должно более активно вмешиваться в ситуацию на Запорожской АЭС. Так вот, сегодня Россия говорит, смотрите, мы хотим, чтобы МАГАТЭ как-то отреагировала и приехала, посмотрела, что тут делают украинские вооруженные силы. Вот Россия начинает работать через всю эту сеть, через всю эту сеть, которую она так или иначе прямо или косвенно финансирует. И нам надо это понимать прекрасно. То есть мы не должны, знаете, что обычно происходит, когда Россия многократно повторяет одни и те же тезисы в разных интерпретациях. Мы как бы начинаем втягиваться в дискуссию с Российской Федерацией, с вот этими фейковыми тезисами, ну их много, да, и мы начинаем их опровергать, мы говорим, нет, это не так и так далее. То есть и получается такое ощущение у обывателя простого, не, который находится на территории Украины, что все действительно как-то странно выглядит. Они, наверное, правду говорят, эти что-то говорят правдиво и так далее. Так вот, нам надо добиться, вернуться к более жесткому формату нашего отношения к этим международным институциям и добиться от них строгого следования уставной деятельности, первое. И второе, добиться юридической ответственности за любые абсолютно абсурдные, вот как вчерашние вы упоминаете Amnesty International, за абсолютно абсурдные, несуразные публичные заявления, которые дискредитируют, во-первых, оборонительный тип войны, суверенного государства на собственной территории и право государства на защиту. И кроме того, абсолютно умышленно, я подчеркиваю, Amnesty International, оправдывает варварский, людоедский способ ведения войны, нарушение правил и обычая войны со стороны Российской Федерации. То есть, грубо говоря, вчерашним своим докладом Amnesty разрешила Российской Федерации, оправдала попытки массового убийства, насилия граждан Украины. По сути, это оправдание геноцидного типа ведения войны. А вот как повел себя Красный Крест в Мариуполе, да? Они говорят, что их дело – это раздавать гуманитарную помощь, и они не должны контролировать, почему в городе так растет смертность. И вот Петр Андрющенко у нас включался, говорит, в этих продуктовых наборах люди приходят домой и там находят еще газетки с российской пропагандой. Это абсолютно безумная дополнительная характеристика отсутствия у нас на сегодняшний день институциональных органов глобальной юрисдикции, которые могли бы действительно выступать посредниками с репутационной целесообразностью, выступать посредниками в таких тяжелых конфликтах. То есть, по сути, давайте прямо скажем, у нас сегодня нет никаких гуманитарных миссий, которые могут выполнять свою работу в надлежащем качестве. Просто нужно не бояться это говорить, иначе мы все время будем иметь вот такие феерические, безумные проявления. У нас же такое было, когда у нас работала СЦКК ОБСЕ, да, там тоже были, ну я имею в виду по линии разграничения в связи с Минском-2, по линии разграничения в Донецке и Луганске. Они точно так же делали странные заявления, что не все так однозначно, непонятно, кто стреляет, куда стреляет и так далее. На самом деле все было абсолютно прозрачно и конкретно. И поэтому вот эта вот игра в закрытые глаза, вот мы делаем вид, что мы верим, что есть Красный Крест полноценный, что есть полноценная ООН, что есть полноценная Амнистия Интернешнл, что есть еще другие гуманитарные организации, которые понимают свои функции и роль и несут ответственность за то, что они делают. На самом деле, к сожалению, ничего этого нет. Знаете, в чем главная проблема наша? Мы не понимаем, что авторитарные и тоталитарные режимы уже давно поняли, не нужно напрямую говорить о себе в хорошем тоне. Нужно массово скупать гуманитарные инициативы, международные инициативы, внедрять туда своих, по сути, агентов и через это проводить политику, которая будет размывать реальные проблемы и будет размывать реальную информацию о происходящих злодеяниях российской оккупационной армии в Украине. Вот вы просто подтверждаете вот этим примером по поводу раздачи странных продуктовых пайков и прямой агитации за Российскую Федерацию. Еще, наверное, стоит напомнить, вот ОБСЕ, когда уезжали из Донбасса, своих украинских сотрудников там просто бросили. Ну, это просто... Я даже, знаете, я, честно говоря, даже не знаю, как... Вот почему мы всегда смотрим на этих людей и считаем, что главное нам не обидеть их, да? То есть вот мы же должны... Ну, мы смотрим, весь мир смотрит. Да, поведение, определенное поведение. Мы не можем сказать, что, например, Красный Крест не выполняет свои функции. Ну, как это так? Это же все-таки неправильно будет. И потом... И они пользуются этим, они злоупотребляют этим. Нужно еще раз... Это очень важно для здоровья, для психического и для социального здоровья мира, да? То есть очень важно избавиться вот от этих мифических институций, которые на самом деле занимают чрезвычайно важные ниши. Это ниши посредников, которые действительно могут... У них функционально Красный Крест, это единственная организация, по сути, которая имела бы возможность зайти там, где содержатся военно-пленные, независимо от чего, откуда они попали военно-пленные, да? И могла бы абсолютно жестоко бороться за их права, чтобы они получали надлежащую медицинскую помощь, надлежащее питание, относительно нормальные условия содержания были бы, чтобы допросы там велись без применения пыток и так далее. Так нет же! Эти организации абсолютно беззубые. Они имитируют свою деятельность, создают вот эти пиар-поводы. И мы делаем вид, что у нас эта ниша занята. Я имею в виду не только мы, Украина, а мир делает вид, что у нас эта ниша занята. А на самом деле под эгидой закрытых глаз вот этих организаций, они ведут себя, знаете, как фильм Стэнли Кубрика, с широко закрытыми глазами, да? И под эгидой того, что якобы эти организации зачем-то наблюдают, творятся просто безумные преступления, прежде всего такими злодейскими режимами, которыми является современная Российская Федерация. Они просто измываются над военно-пленными, они измываются над оккупированными территориями, они сажают там пачками фильтрационные лагеря, сажают пачками в подвалы и так далее. А все это, вот эти организации, они там не присутствуют. Они приехали под камеры, сняли какой-то рекламный ролик, смотрите, мы раздаем горбушечку хлеба, отдаем кому-то, да? И все, и такие пришли, и вот этим своим чириканем начинают рассказывать, как мы заботимся о гражданах на оккупированных территориях. Давайте перестанем играть в симулякры. Давайте называть отсутствие отсутствием, а присутствие присутствием. Михаил, вот по Донецкой колонии номер 124, где содержатся украинские военнопленные, нанесли удар, сообщили вчера российские СМИ, и обвиняют, конечно же, снова Украину. Вот это попытка чего? То, о чем мы сейчас с вами и говорили. Это попытка создать иллюзию того, что Украина такая же безумная страна, как Российская Федерация. Смотрите, Россия полностью нарушает правила ведения войны. Они уже это не скрывают. Они не атакуют военные объекты. Они демонстративно атакуют крылатыми ракетами собственно гражданскую инфраструктуру. Абсолютно. Кварталы жилые, детские садики, школы. Очень много примеров, фото, видео в прямом эфире. Все этот мир это видит. И Российская Федерация относится к конкретным странам, преступникам. По сути, просто в силу того, что была какое-то время вот эта боязнь России, до сих пор Россию не называют именами, которыми надо называть. Что это страна-террорист, не просто страна-спонсор терроризма, но что это страна и есть террорист, применяющий террористические методы ведения войны. Так вот, они для того, чтобы как-то вот это размыть, я же подчеркиваю, мы об этом начинали говорить, они для того, чтобы это размыть, создают вот эту картинку. Смотрите, бомбят нам Донецк. Вот мы там хороним какого-то человека, и в этот момент в драм-театр Донецкий украинские вооруженные силы наносят удар. Это попытка калькировать то, что они сделали с Мариупольским драм-театром. То есть они хотят, чтобы поисковая выдача в гугле была, да, когда будет говориться, что нанесен был удар России по Мариуполю, по драм-театру, вот нанесен удар по драм-театру в Донецке вооруженными силами. Они потом в это вкладут деньги для того, чтобы ссылок, гиперссылок было очень много. Это банальная, примитивная, зеркальная тактика Российской Федерации. Нам необходимо к этому давно уже привыкнуть, и необходимо с этим бороться. Чтобы мы это не комментировали, я имею в виду, мы можем сказать, что это, конечно же, не соответствует действительности. Это первое. И второе, очень важное. Смотрите, у нас, в отличие от России, достаточно на учете находятся все наши необходимые нам снаряды, особенно реактивные снаряды. Они точечно должны работать. И мы точно понимаем, по каким мишеням и как работать. У нас высокоточное натовское оборудование. Это не российская техника 60-70-х годов. Нам необходимо высокоточно уничтожать склады, топливо и оперативно-тактические штабы. И мы занимаемся исключительно этим. Мы хотим все-таки освободить свою территорию, но для этого нужно обезжирить российскую армию. Мы понимаем, что мы делаем. Для России, наоборот, у них война не просто уничтожить украинскую армию. Это надо понимать. У них война идет по принципу, необходимо нанести максимальное разрушение гражданской инфраструктуре, чтобы деморализовать украинское общество, чтобы вызвать панические настроения и все-таки поставить нас на колени. Поэтому у нас два разных типа войны. И мы, естественно, по мирным объектам стрелять точно не будем. Путин сегодня встречается с Эрдоганом. И вот на эту встречу он взял Кадырова. Ну, такой вот странный формат. О чем эти трое могут говорить? Вот уже и видео появилось. Честно говоря, я не готов анализировать причины следственной связи, которые так или иначе характеризуют поведение господина Путина. Я думаю, они хотят убедить, наверное, найти какие-то, возможно, этническо-религиозные мотивы для того, чтобы Турция стала более пророссийской. Я не знаю. Сейчас господин Путин занимается, максимально пытается поработать на внешних рынках, чтобы обеспечить себе хотя бы какую-то поддержку каких-то более влиятельных стран, нежели там Эритрея. Но список вопросов там только по Украине, насколько я знаю. Ну, правильно. То есть я так понимаю, что у них главный эксперт – это господин Кадыров. Он будет рассказывать о том, как эффективно чеченская полиция или кто там у них воевал в Украине. Я думаю, что они умеют. Наверное, там будет подборка видео иллюстративного материала. И, соответственно, они попытаются убедить Эрдогана, что как там осталось. До победы осталось 2-3 дня для того, чтобы Киев захватить. Все подробности в ТикТоке. Идеальная фраза. А вот переговоры Украины с Россией на сегодня, они вообще возможны? Безусловно, нет. Вы должны понимать. Это же, опять же, одна из обязательных конструкций пропагандистских российской информационной машинки. Они хотят доказать, что давайте-давайте садиться за стол переговоров. Используют разные инструменты для этого и разных спикеров. Вот последний – это Шрёдер. Крайне, между прочим, невлиятельный человек. Мы тут, конечно, его упоминаем как-то, но это давно человек, который на политические элиты европейских стран влияет разве что с точки зрения анекдотического упоминания где-то о нём. Это человек, который долгое время, в прямом смысле слова, получает и получал заработную плату в Российской Федерации, в НАПСовет. И так далее. То есть воспринимать это серьёзно невозможно. Но, тем не менее, Россия использует вот этот, опять же, масштабирует вот этот нарратив. Давайте посадим Украину за стол переговоров. Для чего? Для того, и при этом они ещё и параллельно говорят, чтобы они выполнили наши ультимативные требования. Требования эти понятны. Отдайте нам страну вашу. И сами там, либо сами застрелитесь, либо сами себя закопайте, либо исчезнете куда-то. То есть вот вы понимаете, что с такой... На самом деле это так звучат их требования ультимативные. То есть можно, конечно, их завуалировать по-разному, но звучат они именно так. То есть проводить переговорный процесс со страной, которая абсолютно неадекватно себя воспринимает, абсолютно неадекватно по-прежнему не воспринимает Украину. Соответственно, конечно, это будут бесполезные, непродуктивные переговоры. Но эти переговоры, опять же, смотрите, что сделает Россия. Как только мы начинаем эти переговорные процессы, они начинают сразу, опять же, информационно это отрабатывать. Смотрите, мы садимся, Украина готова, Украина готова пойти на уступки. Они начнут вот эту всю свою заунывную, традиционную, русскую, занудную песню про белого бычка петь многократно. То есть мы должны это понимать. Россия предсказуема до беспредела, она очень примитивна. Все их шаги можно просчитать. Не надо нам просто удивляться, когда они это делают. Они это будут делать постоянно для того, чтобы сыграть в свою игру. Начинай сначала называется. Нам нужно выдержать конкретную вещь. И нужно понять, если мы хотим действительно получить стратегическое преимущество, в том числе на переговорном процессе, потому что в любом случае война будет заканчиваться переговорным процессом, то мы для этого должны нанести существенные тактические поражения российской армии, для того, чтобы Россия осознала бесполезность дальнейшей эскалации военной и осознала свою недееспособность в этом плане окончательную. И поэтому мы должны сейчас пройти крайне тяжелый период. Я понимаю, что очень тяжело, да, шестой месяц войны, очень тяжело все это выдержать в таком объеме, в котором мы, ну, выдерживаем. Но, тем не менее, нам надо признаться самим себе. Хотим страну иметь такую, как мы хотим иметь, свободную, конкурентную, демократическую, значит, придется нам пройти через все эти испытания в полном объеме, а не соглашаться на какие-то половинчатые решения. И более того, и самое главное, я надеюсь, что в Украине сегодня вообще нету людей, которые искренне считают, что с Российской Федерацией можно объективно о чем-то разговаривать. Это невозможно. Российскую Федерацию можно либо подавить частично силой, либо она должна осознать, что Украина – это навеки вечный орех не для ее гнилых зубов. Из портова Одессы и Черноморска вышли три корабля с кукурузой, теперь направляются в сторону Стамбула по морскому гуманитарному коридору. Вот понятно, что экспорт нужно увеличивать. Насколько и от чего это зависит? Это зависит только от выдержки и репутационной стабильности господина Эрдогана, Турции, которая является гарантом того, что по вот этому зерновому коридору смогут ходить корабля. И вторая часть кораблей, и вторая часть – это зависит от количества кораблей, владельцы которых готовы будут рискнуть и пройти в порты Украины. Учитывая, что там рядом Российская Федерация стоит все равно с военными своими кораблями, которые еще не до конца ушли по известному направлению. Вот хотел бы такой вопрос задать у себя в Твиттере. Вы призвали мир забыть фразу «because of Ukraine». Некоторые иностранцы употребляют эту фразу, говоря о росте цен, о голоде или энергетическом кризисе. Ну, конечно, логично говорить «because of Russia» из-за России. Вот почему постоянно приходится это напоминать? Я бы хотел, чтобы и вы, и я, чтобы мы эту фразу всегда повторяли, что проблемы мира – это умышленно созданные проблемы Российской Федерации. Исключительно. Россия живет в нищете, в тотальной. И она все время продавала свой монструозный образ. Бойтесь и платите нам за этот страх. И сегодня все вот эти рост цен на энергоносители, на отопление, на продукты питания, понятно. Все эти продовольственные, миграционные кризисы – все это следствие продуманной стратегии Российской Федерации. Это единственный тип стратегии, который она может продумать. Как пугать мир и получать за это определенный дивиденд. Поэтому, конечно же, вина в этом только Российской Федерации. И я хочу, чтобы мы нашим партнерам, нашим, скажем, обществом наших партнеров постоянно напоминали, пожалуйста, правильно оценивайте, почему вы испытываете определенные дискомфорты, почему вы платите за то, что своим уровнем жизни, за то, что Россия пытается дальше продолжать играть в страну монстра, которая имеет право наглеть. Ну вот и все. Мы просто с вами должны это будем делать постоянно, регулярно. Спасибо большое за ваш комментарий. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был с нами на связи.